КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ Я не сердитая. Мне не нравится, когда меня преследуют. Не понимаю, почему ты постоянно оказываешься на моем пути? Постоянно. Не знаю, может, ты забыла, но когда ты потеряла сознание в церкви, то именно мои руки не дали тебе упасть и разбить голову. Так что, думаю, ты должна быть благодарна за то, что я появился на твоем пути, верно? Хорошо, спасибо. Если хотела услышать слова благодарности, можешь быть доволен. А теперь хочу тебя попросить. Уйди из моей жизни, я не хочу слушать твои шутки. Знаю, что ты не в духе. Вижу по твоим глазам. Поэтому я хочу каждый день дарить тебе улыбку. Ну ладно. Не знаю, кто ты такой. Не знаю, зачем ты сюда пришел. Что тебе нужно от меня? Только об одном прошу. Уйди. Все это можно уладить. Хочешь, поговорим об этом в кафе-мороженом. Ты согласна пойти со мной? Сегодня вечером. Тебе ни чуточки не интересно узнать, чем так пленили меня твои глаза? Послушай, ты влезаешь ко мне в комнату, преследуешь меня и еще хочешь, чтобы я тобой заинтересовалась. Поправочка. Я джентльмен. Я не вылезал к тебе в комнату. Я увидел уши, торчащие из шляпы, и вспомнил о тебе. Я подумал, что будет неплохо, если кролик будет у тебя. Может, ему удастся развеять твою грусть? Мне вовсе не грустно. Ну хорошо, я благодарна тебе в любом случае, но тебе придется научить этого невоспитанного кролика хорошим манерам. Ладно, если позволишь, я тебе помогу. Я самый лучший на свете укротитель домашних животных. Итак, ты пойдешь со мной? Ну хорошо. Когда она вернет мне рубашку? Не знаю. Ну хватит, не смотри на меня так, а то я неловко себя чувствую. Я вообще на тебя не смотрю. Не смотрела, а сейчас смотришь. Да ну тебе. Иди сюда. Ты куда? Иди ко мне. Верни мне кролика. Твой кролик меня преследует, но я хорошо с ним обращаюсь. Я говорю серьезно. Отдай мне кролика. Как его зовут? Кого зовут? Кролик. Потому что твое имя я уже знаю. Холи, это Каролина Вегас Родригес. Федерико. Федерико? Как красавчика, на свадьбе которого ты потеряла сознание и упав на меня чуть не раздавила. Ты его любишь? Кого? Федерико. Я имею ввиду кролика, потому что того ты любишь. Это я знаю. Я никого не люблю. А если я люблю, это не твое дело. Северина! Принеси рубашку. Северина! Я ее еще не погладила. Неважно. Вон отсюда. Уйди из моего дома. Уходи. Мой отец мэр. Мне нужно поговорить с тобой, Хульетта. Черт, какой короткий медовый месяц. Кто этот тип? В церкви она потеряла сознание, и я поддержал ее. Она меня пригласила в знак благодарности. Уходи отсюда, Федерико. Это правда. Зачем ты пришла? Твоя синьора жена не пришла с тобой? Что? Это тебя не касается. Подожди, Федерико. Подожди, не нужно так. Хульетта, иди сюда. Лучше уйди в свою комнату, если придет твоя мама. Я даже думать не хочу, что здесь будет. Хульетта, нам с тобой нужно поговорить. Это важно. Нет, Северина права. Я пойду в свою комнату. Хульетта, пожалуйста. Хульетта ушла в свою комнату, ты не слышал. Федерико, контролируй себя. Кто этот идиот, Северина? Почему ты обхаживаешь Хульетта? Что тебе нужно? Боже мой, какой страх. Ах, Северина ни за что на свете не открывает дверь. Окна, нужно закрыть окна. Сеньора, в чем дело? Почему вы такая? Градок превратился в ад, настоящий Армагеддон. Все хотят убить Сантьяго. А ты что здесь делаешь? А вы кто? Я никогда вас не видела в моем доме. Видите ли... Неважно, неважно. Я хочу, чтобы вы оба немедленно ушли. Понятно? Но, сеньор Вертудес, вы же сказали, что на улице происходит что-то ужасное. Это не твоя проблема. Ладно, хорошо. Надеюсь, вы оцените мой жест. У меня доброе сердце. Можете остаться. Хульетта дома? Да, она в своей комнате. Сеньора Вертудес, вы не знаете, почему хотят линчевать Сантьяго Пороса? Почему же еще, сынок? Держитесь крепче. Сантьяго Порос, сын Фульхенцио Крусса. Хульетта? Сантьяго Порос, сынок.